Золотые голоса принадлежат юным вокалистам из Сарова. Творческие коллективы «Горница» и «Задуренко» стали лауреатами областного конкурса для детей и подростков вокально-хорового творчества. Победа соровчан чуть не оказалась под угрозой, так как у артистов не было времени на подготовку. Каждый участник и коллективы приезжали в свое назначенное время. Мы приехали днем, и сразу же оказалось, что произошли изменения в расписании, и нам пришлось, как говорят, с корабля на бал выходить на сцену. У Екатерины Строковой это не первый вокальный конкурс. Диплом лауреата первой степени пополнил копилку наград солистки. Девушка всегда настроена только на успешные выступления. Ирина Зидуилая научит своих воспитанников быть на сцене настоящими артистами. Екатерина помнит советы педагога и старается следовать ее рекомендациям. Всегда сложно выходить выступать, нужно собираться с мыслями и выходить и дарить всем радость. На все сто процентов ты должен выйти и отдаться песням. Сразу шесть солисток отделения музыкального фольклора детской школы искусств номер два привезли в родной город дипломы областного конкурса. Карина Бурова стала лауреатом второй степени. Девочка занимается в Задоринке более пяти лет. Поет разные песни – патриотические, лирические, веселые. Последние ей нравятся больше. Карина считает, что шуточные композиции хорошо повышают настроение. С одной из таких песен она выступала на конкурсе. Это шуточная песня о том, как Камарик выбирал невесту. Взяв высшие награды областного конкурса в номинации «Народный вокал», участники творческих коллективов готовятся покорять вершины всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24.